Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Моё мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ 10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Техёном. Десятое место. Это так громко. Один из любимых моментов. Вы помните пустой стул, который Техён проигнорировал и сел к Чангуку на колени? Эти моменты делают меня соплей. Девятое место. Чангук такой собственник. Все моё, моё. Особенно Техён. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук глазами своего бойфренда. Продолжение следует... Лицо Чангука, когда он немножко спалился на эфире, спросив Техёна, хочет ли тот острый рамен на завтрак. А помните, как Техён сделал это? И стоит довольный. Буквально, у Техёна в штанах Техёк целуются. Седьмое место. А вы знаете, какие фетиши у Техёна? Субтитры сделал DimaTorzok Рука Техёна чувствует себя прекрасно. Чангук, прекращай так смотреть на него. Ты делаешь меня слабым. Шестое место. Поведение пары. Люблю этот момент, а если ещё вспомнить, как он выглядел в профиле. Уши Чангука покраснели после того, как он назвал Техёна невинным, он такой очевидный. Это видео о Чангуке, любующемся погодой за окном. Красивый пейзаж за окном привлёк внимание Чангука. Пятое место. Обожаю смотреть, как они вместе готовят. У них такие семейные вайбы. Четвёртое место. Это забота Чангука о Техёне на кухне. Отобрать все ножи, закрыть все краны, спрятать сковородки. А давайте просто вспомним это. Третье место. Новости Чангука и Техёна. Завтрак Техёна. Из китайской капусты из китайской капусты и чунгак кимчи, виноградный напиток. Обед Чангука. Рис. Будда Чигэ, тушёная свинина с овощами и соусом гачуджан, яблочный салат с цикорием, кимчи из китайской капусты, молоко. Исповедь Чигукера, который увидел свет и нашёл правильный путь. Я Чигукер, но после просмотра этого видео я не могу не заметить, насколько на самом деле близки Чангук и Техён. Наверное, я ошибался насчёт их отстранённости, потому что такое чувство возникает после просмотра таких вещей, как DVDs Memories и так далее, но моё восприятие особенно изменилось в эпоху соло. Когда BTS могли свободно выбирать, быть или тусоваться с кем хотят, но Чангук и Техён выбирают друг друга, хотя я хотел, чтобы это был Чигукер, и это говорит о многом. Редактирую через три месяца, теперь я Вигукер. Я не знаю, о каком именно видео идёт речь, но посмотрел бы тоже, что заставило Чигукера изменить своё мнение. Новый ракурс видео с Техёном. И несколько фото с Мачо. Мы ещё долго будем вспоминать этот легендарный момент. Парни, которые ломают систему и любые рамки. Джентльмены шумят так громко при виде них. Чигукер изменить своё мнение. Чигукер изменить своё мнение. Чигук — участник BTS, получивший наибольшее количество наград в США, Великобритании, Южной Корее, Японии, Китае, Франции, Бразилии, Таиланде и на Филиппинах с более чем 40 крупными физическими наградами. Google поздравляет Хасока, Техёна и Чангука с победой на iHeart Radio Music Awards. Если ввести их имена в поиск, появятся звёзды, сообщающие о победах. Согласно чарту Global Daily Top Attest, по состоянию на 31 марта, опубликованному Spotify, крупнейшей в мире платформой потоковой передачи музыки, Чангук занял 55 место. Чангук взял длительный перерыв в военной службе после выпуска своего сольного альбома Golden в ноябре прошлого года, но снова вошёл в топ-50 чарта, продемонстрировав своё мощное присутствие и здоровую популярность. По данным зарубежных СМИ Viral Takes, Чангук в очередной раз вписал новую главу в историю корейского K-pop, установив новый рекорд, став первым сольным певцом K-pop, вошедшим в чарт Spotify Global Daily Top Attest всего 300 дней. Ранее Чангук занимал четвёртое место в чарте Spotify Global Daily Top Attest, что является самым высоким рейтингом среди сольных исполнителей K-pop. TXT в интервью для Consequence о Чангуке. История создания Happy Ever After для TikTok. Мы, как правило, очень воодушевлены, когда снимаем сложные моменты, но Чангук поднял уровень энергии не на 100%, а на 300%. Нам было очень весело снимать. История создания Chasing Z Feeling для TikTok. Чангук выучил хореографию на месте в тот же день, и он уже был настолько совершенен, что мы могли просто вывести его на сцену прямо сейчас. Я снова подумал, он такой легендарный. Придавая весеннее настроение, в кофейнике Compose Coffee появились новые подстаканники. Тэхён снова превысил 9 миллионов слушателей в месяц на Spotify. Армии нашли рекламу с Чангуком в португальском магазине Calvin Klein. Деловая поездка в Лондон на два ночи и четыре дня, которая длилась как день. Влог Муджина. В первый день я пошёл в бургер энд лобстер. На следующий день я отправился на съёмочную площадку Friends до восхода солнца, снимали два дня, а затем вернулся в Корею. Это чрезвычайно плотный график. Благодаря плотному графику я смог ещё раз осознать масштабы своей любви к армии. У меня нет ничего, кроме благодарности. Я думаю, что это должно быть было очень трудно для персонала и людей вокруг. Также появилась Ace Coffee London. Как только двухдневные съёмки закончились, я сел в самолёт. Когда Бог создал Тэхёна, почему он забыл предупредить нас, что мы всю жизнь проведём, залипая на этого мужчину? Субтитры сделал DimaTorzok Клип Love Me Again уже превысил 90 млн просмотров на YouTube. А вы видели 5 стадий отчаяния Чангука? Эсквайр Корея в Инстаграм. Чангук, участник BTS, набрал почти 2 млрд прослушиваний на Spotify с песней Seven. Сольный сингл Seven, выпущенный в июле прошлого года, получил много любви. Он установил 3 новых мировых рекорда и был официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса. В настоящее время Чангук служит в армии и выполняет свои обязанности по национальной обороне. Мы будем усердно ждать, пока они не вернутся в добром здравии. Настроение вам с хронологией Тейку. Фанат рассказал о футбольном матче Канвон-Сеул. Я пошел посмотреть игру. Все пришли посмотреть на Ленгарда, но Ленгарда мы не увидели, зато 10 тысяч человек увидели Тихена. Все сошли с ума. Игра началась, и все стояли и смотрели на Тихена. Я тоже встал, чтобы посмотреть, где он. BTS доказывают свое дальнейшее присутствие. Даже без BTS их присутствие все еще сохраняется. Участники покинули нас на некоторое время, чтобы выполнить свои обязанности по национальной обороне, но они заполнили этот пробел лучшей музыкой, которую подготовили. В результате они в очередной раз очаровали всех. В этом году BTS были удостоены наград в пяти категориях. Во-первых, Чангук был выбран кей-поп-артистом года и лучшим музыкальным видео за свой первый сольный сингл «Seven». Первый сольный альбом Тихена Лэйова был выбран в качестве любимого дебютного альбома. Хасок получил награду «Любимая» на экране за документальный фильм «Joke on the Box». Есть еще одна значимая награда. В этом году, как всегда, BTS получили приз «Лучшая фан-армия», вручаемый лучшему фандому. Эта награда более значима для артиста, чем любая другая награда, и BTS успешно выигрывает эту награду семь лет подряд, начиная с 2018 года. Хотя пришло время небольшого перерыва, BTS по-прежнему сияют. Не поэтому ли мы называем их величайшими звездами? Второе место. Это так интимно. Они такие собственники. Множество раз потрогают и облапают друг друга, чтобы показать, кто кому принадлежит. Ничего необычного. Просто Чангук и Тэхён держатся за руки. Чангук в легком шоке от увиденного. Ты мой, сказал Тэхён Чангуку и уселся к нему на колени. Чангук показывает вам, как нужно заигрывать с мужем. Как Чангук прижался щекой к Тэхёну, а Тэхён притянул его руку. Милые. А вы замечали, что когда Чангук смотрит на Тэхёна, он прикусывает свою губу? Он прикусывает свою голову и ставит на клубу регул Когда-нибудь он сделает это. Первое место. Когда ведущий просил показать, как они флиртуют, и Тэйхён показал. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.